Главным для профсоюзов был, есть и остается человек. Фраза, с которой председатель Брестского областного объединения профсоюзов Николай Басалай начал свое выступление, стала своеобразным лейтмотивом Пленума. В связи с ним были определены и основные задачи, среди которых мобилизация членов профсоюзов на безусловное выполнение производственных задач, повышение производительности труда, а также недопущение снижения уровня социальных гарантий и уровня жизни людей. Спектр широк, но вместе с тем и выполним. Мы рассматриваем это с двух позиций. Первое, это, конечно же, роль профсоюзных комитетов в мобилизации членов профсоюза на реализацию экономической политики, вот путей достижения этих прогнозных показателей, которые очень важны, на мой взгляд, они очень существенны и значимы и для страны, и для каждой семьи. То есть, как раз участие каждого члена профсоюза, это они сегодня производители, это они главные исполнители этой программы. И второе, создание вот этой материальной базы и финансовых оснований для того, чтобы не уменьшить те социальные гарантии, те блага, которые прописаны в документах, в генеральном соглашении, в коллективных договорах в каждом коллективе. Второй вопрос был посвящен теме выполнения соглашения между Брестским облсполкомом, объединениями нанимателей и профсоюзов в первом полугодии 2016 года. Было отмечено, что в целом полномерная работа по защите трудовых и социальных интересов трудящихся проводилось на достойном уровне. Однако, не обошлось и без недочетов. К сожалению, не выполнены некоторые прогнозные показатели, что касается ВРП, что касается производительности труда. Хотя это лучшие показатели в стране, но они не могут до конца устраивать то, что планировали. И самое главное, это что касается оплаты труда. Очень хорошо, что сохранили трудовые коллективы, что создали новые рабочие места. Но проблемы безработицы, они все-таки волнуют, несмотря на то, что количество людей, которые стоят на учете в центре занятости, снижается. Создание новых рабочих мест – одна из главных задач, которая сегодня стоит перед участниками пленума. Но не менее важной является работа и с молодыми специалистами, которые только начинают входить в трудовые коллективы. Особенно это касается сельской местности. В начале трудового пути молодой специалист должен почувствовать, что профсоюзная организация для него является первым помощником во всех вопросах труда и быта. И эти вопросы должны быть заботой профсоюзного актива.